Друзья, всем огромнейший привет! Я принесла из машины коробку Толина с занимашками. Это его такая фиджет-коробка. Я как раз тут хочу все помыть, потому что в машине это периодически пылиться. И у меня такая коробка для сына где-то примерно с года или с полутора, может быть, даже раньше, потому что я очень часто за рулем, я часто одна, и у меня ребенок всегда сидит сзади, пристегнутый, чтобы у него чем-то были заняты руки. Я вот такие коробочки ему всегда собирала. Когда он был совсем маленький, я погремушечки всякие, игрушечки туда, змейки вносила и собирала ему что-то такое интересное. Вот эту коробку я собираю много лет. Какие-то вещи здесь уже не актуальны для моего ребенка. Например, вот этот вот кубик. Я вот этот кубик купила, когда Толе было полтора года. Мне кажется, это было для него так удивительно, залипательно. Сейчас, ну это, конечно, просто такая ерунда, но выкинуть жалко. И оно вроде в коробочке так лежит, места особо ног не занимает. И, в общем, где я все это беру? Случайным образом где-то нахожу, в каких-то магазинах. Иногда что-то на кассе можно прихватить интересное. И складываю. И для моего ребенка это прекрасно работает. Я ему не даю телефоны, мультики смотреть в машине. А вот он занимается вот этими фиджетами. Очень часто он берет что-то из этой коробки. Например, я ему говорю, возьми что-то из коробки с собой, потому что мы будем сейчас ждать очередь в поликлинике. Или мы сейчас будем ждать меня еще где-то. И он с собой берет. Давайте покажу из новиночек что. Из новиночек вот такой тренажер. Это арифметический тренажер. Здесь примеры на сложение, вычитание, а также есть на деление и умножение. Вы выбираете уровень сложности. Ребенок нажимает. Окей. И ему следующий пример. По 50 примеров здесь дается. Потом ты либо продолжаешь, либо переходишь на следующий уровень. Вот такой телефончик. Это то, что сейчас Толя любит делать. До этого телефона я ему купила вот такой арифметический тренажер. Видите, на магнитиках. Но после того, как я купила телефон, ему вот это уже не так интересно. Но тем не менее, вот она есть, она лежит. Дальше. Из того, что тоже у нас много лет, с полутора лет точно, это вот такая мозаика, магнитный планшет. То есть вот здесь нажимаете, ручка. У меня ребенок очень аккуратно обращается с вещами. И поэтому у нас так подолгу все это служит. И вот он. Иногда, последний раз, мне кажется, он где-то полгода назад вот это вот доставал. Но тем не менее, в коробке лежит. А вдруг его еще это когда-нибудь заинтересует. Какие-то вещи, конечно, приходят в негодность. И что-то мы выкидываем, что-то мы отдаем, что-то мы теряем, естественно. Но основной костяк, вот он здесь в коробке хранится. Вот это игрушки. Ну, год четыре, наверное. Это из Макдональдса. Хэппи Милл. Вот и там попадались вот такие всякие штучки. Когда Толе был три года, он чаще с ней играл. Сейчас... А, тут такая тянучка. Крутилка. И все таки вот. Сидишь, дергаешь, руки занимаешь. То же самое спиннеры. Спиннеры у меня Толя крутит где-то с полутора лет. Вот этот как раз он с тех времен. Такой старый, древненький. Когда они были только вот такие вот обычные. А вот этот я уже на Озоне заказывала. Года два или три назад. Тут, видите, спиннер и этот Попыт. Попыт или Симпл Димпл. Я не знаю, я их всегда путаю. Кстати, что у меня здесь нет в коробке. Толя забыл на даче Симпл Димпл. У нас в виде амонгуса такого. Амонгасика. И у нас вечный куб. Я картиночку вставлю, что такое вечный куб. Они в фикс-прайсе. Я помню, последний вечный куб я брала в фикс-прайсе. Сидишь, крутишь, все время кубик получается. Когда Толе нужно ждать в очереди. Вот я ему прямо говорю, бери с собой что-то. Сейчас будем сидеть, ждать. Он очень часто берет вот этот лабиринт. Вот этот лабиринт я купила либо в магнит, либо в магнит-косметик. У них там есть такие стеллажи с хот-вилсами. И там есть вот такая игрушка. Тут надо шарик. Потому что в машине такое особо не поиграешь в движение. А вот когда сидишь, сидишь, гоняешь шарик. Мяч и корба. У нас их два. Вот один всегда в машине лежит. Тоже то, что у меня Толя делает. Я не помню со скольки. Может быть с трех. Может быть чуть пораньше я ему давала. Я ему запутываю. Он распутывает. Иногда он и сам себе запутывает. Распутывает на всякий случай. Вдруг кто-то не знает. Тут смысл в том, что каждый шарик должен быть в ячейке своего цвета. Ну и их нужно переставлять. Дальше. Я забыла, как называются вот эти тренажеры для рук. Вот этот примечательен тем, что когда ты рукой так делаешь, он издает противный этот звук. Толя любит у меня вот посидеть левой рукой, правой. Это было куплено где-то на улице. Вот так были раскиданы всякие штучки, дрючки, занимашки для рук, для детей. И вот я увидела там, думаю, а мне надо, а пусть будет. Вот эта елочка. Тоже есть 100 тысяч лет. Кто давно на меня подписан, вы ее много раз видели. Она по типу кубика Рубика. И Толь тоже ее любит собирать. Очень интересная вещичка. Я люблю ему запутывать. А он любит распутывать. Дальше. Вот это тоже было куплено недавно. Это на Сима Ленде я заказала. Знаете, как я ее нашла? Я просто вбила Майнкрафт. Мне нужно было все по тематике Майнкрафт. И там была вот эта штучка. Она ничем не напоминает вам Майнкрафт, но она была в коробочке с крипером. Вот такая. Вот это он любит тоже. Он ее часто с собой берет. Это не спиннер. Я сначала подумала, что это спиннер. А здесь просто всякие кнопочки, крутилки, руки занимать. Превосходно. Из новинок у нас есть вот такая головоломка. От Бандибон. Цилиндр. От Толи она жутко раздражает, потому что он не понимает, как ее собирать. И я с ним солидарна. Она на самом деле достаточно сложная. А может быть это у нас что-то не так уже с головой. В прошлом году или в позапрошлом я покупала вот такой еще телефончик. Здесь, видите, нужно колечки. Колечки нанизывать на штыречки. Еще один попыт или симпл-димпл. Весь такой уже старенький, рваненький. Но тем не менее рабочий. У меня Толя любит еще играть с фигурками Лего. Когда он был помладше, я ему вот в эту коробочку клала различные резиновые игрушки, кошечки какие-то, собачки. Чтобы он мог в сюжетно-ролевую игру сидеть, аф-аф, мяу-мяу и так далее. А сейчас он вот с ниндзяку. Это еще и фонарики. Дальше. Вот такая моя игра. Тоже есть 100 тысяч лет. Сейчас на ней сели батарейки. Мне нужно заняться поменять. Потому что эта игра нестареющая. Тут мигают лампочки. И нужно повторять за ними, соответственно. Они тоже есть в фикс-фрайсе такие игры. Много где они есть. Такой тренажер для рук. Такой тренажер-массажер. Ну это просто, знаете, уж так покрутить. Иногда, знаете, как у меня бывает, если мы долго прям куда-то едем, и Толя говорит, у меня затекли ножки, затекли ручки. Я говорю, возьми тренажер по мне, покатай по себе, покатай по ногам, по ступням, по коленкам. И на самом деле прекрасно ему помогает. То есть вот в большей степени вот этот массажерчик, он у нас, когда прям ты долго едешь, я не разрешаю ребенку отстегиваться. У меня ребенок всегда пристегнут. Так же, как и я. И поэтому, соответственно, вот, хочешь размяться, вот, пожалуйста, разминайся. Есть у меня вот такое еще, вот такая головоломка. Я не знаю, честно, как она работает, но они отсоединяются. Иногда у меня даже как-то пару раз получалось их отсоединять. Но вот логику я не пойму, потому что, знаете, как это обычно бывает? Ты крутишь, 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 хоп, они отсоединились. Еще раз крутишь, крутишь, раз они опять соединились. В общем, так это и работает. И у Толи есть еще вот такой компас. Это мне соседка привозила, не помню откуда. Толи очень нравится. Он прям смотрит, куда мы едем, на север, на юг. Он показывает. Котик пришел. Все, коробочка пуста. Я сейчас пойду все тут помою, протру. Показала, показала вам все, что есть. Всем пока.